День воскресный, день чудесный, а прямо сейчас вы увидите душевный выпуск интервью с Андреем Подшиваловым, он же юрист Ярдрей. Кто такой Ярдрей, если вдруг вы не знаете? Краткая справка. Андрей Подшивалов это автоюрист, который набрал свою популярность после запуска YouTube канала в 2018 году, на котором он показывал различные истории о том, как можно отстаивать свои права, когда речь заходит о защите прав потребителей. Огромное количество роликов снято за это время на его канале. На сегодняшний день на него подписалось 933 тысячи человек. И напомню, что еще в 2018 году, когда на канале Андрея было всего 56 тысяч человек, мы записывали с ним интервью. Да-да, ребята, у меня на канале есть отдельный плейлист, где я записываю интервью с различными автоблогерами и не только. Там есть Стас Асафьев, Ильдар Автоподбор, Михаил Кульдяев канал Кликонкар и другие менее известные люди, но из автобизнеса. Залетайте, посмотрите. Я люблю снимать и берусь за разные направления. Прочитал один из ваших комментариев, что автор канала, это я, очень много обещает сюжетов, но ряд из них не делает. Так вот, нужно работать над ошибками. Я еще полгода назад говорил, что давно пора продолжить тему интервью. Короче, сейчас мы накроем стол и в уютной атмосфере вместе с вами, пока все дома, отзавтракаем и пообщаемся с Андреем. Я ему задам ряд интересных вопросов, а вы послушайте, что он на них ответит. Приятного просмотра, чтобы не прерывать наше общение. Познакомлю вас со спонсором выпуска и после, без перерывов, мы продолжим наше общение. В своих роликах я стараюсь показывать вам простых людей, которые всего в своей жизни достигли сами. И у большинства из них путь, естественно, был непростой. Все, что есть у них, это результат их упорного труда, в том числе и освоение новых профессиональных навыков. Прекрасный пример, к слову, это Андрей, с которым прямо сейчас мы записываем интервью. За последние годы я частенько об этом говорю и, видимо, дальше буду говорить еще чаще, что вся наша жизнь стремительно переходит в веб-пространство, в интернет. И многие физические профессии становятся неактуальными, зато появляется очень много новых профессий в интернете. К счастью, благодаря развитию образования, сегодня каждый может изучить новую перспективную профессию в этом самом интернете. И отличным выбором, как пример, будет инженер по тестированию. Как вам? А инженер по тестированию, для вашего понимания, занимается контролем качества IT-продукта. Он находит ошибки, записывает их в отчет и передает разработчикам, чтобы они улучшили этот продукт. И крутость заключается в том, что такая профессия является одной из самых простых точек для входа в IT-сферу, для новичков. Даже без особого технического опыта. А средняя зарплата, порядка 120 тысяч рублей, будет только расти. Обучиться этой профессии сегодня можно с нуля, даже не нужны навыки программирования. А поможет вам в этом онлайн-школа Geekbrains. В ходе обучения вы изучите основы ручного и автоматизированного тестирования. Научитесь быстро находить баги. Если вдруг вам станет интересна другая специальность, вы можете сменить ее или взять вторую бесплатно. А студенты, которые хотят, находят работу еще во время обучения и окупают его. Ну и работать, конечно же, вы можете из дома или из любой точки мира. А если не удастся найти новую работу, Geekbrains готов вернуть вам деньги. А у школы очень много положительных отзывов, что подтверждает качество обучения. Самое главное, это ваше желание обучаться. Так что, ребята, ссылочка уже ждет вас в описании. А в преддверии новогодних праздников Geekbrains дарят скидку в 60% и 5 курсов в подарок. Ну и, конечно же, для удобства есть QR-код, который прямо сейчас вы можете отсканировать. Это будет отличный подарок на Новый год себе или вашим близким. Дерзайте и изучайте новую профессию будущего. Друзья, встречайте. Андрей Паршивалов. Я, Андрей. Андрей, огромное тебе спасибо, что выделил время прийти. Рад тебя видеть на кухне. Мы постарались, порезали тортик, чай, кофе тебе сделали. Тарталетки, ребята, с икрой. Юрист серьезный, поэтому нужно сделать все красиво. Атмосфера у нас домашняя. Мы сегодня затронем ряд тем. Поговорим про семью, про работу, про отдых, про конфликты, скандалы, интриги. Затронем все, но постараемся в позитивном ключе, в таком домашнем. Вот смотри. Последний раз сюжет с тобой. Мы записывали интервью 4,5 года назад. С того времени прошло немало. У тебя на канале уже практически 1 миллион подписчиков. Ребята, налил чай себе, потому что Андрей, кофе. У тебя три раза в неделю выходят ролики. У тебя открылся офис в Питере. Короче, у тебя произошли колоссальные изменения. Такой хороший, прям мощный рост. Давай так постепенно, мягко начнем с рабочего дня. Вот обрисуй, пожалуйста, как у тебя проходит будний день, если он без съемок. Во сколько ты встаешь, сколько ты добираешься до офиса, как он вообще идет, чтобы человеку было понятно, что такое рабочий день Андрея Подшивалова? Для этого еще нужно понять, что такое будний день Андрея Подшивалова, потому что у меня практически каждый день будний. Но если съемок нет, то это, как правило, есть у меня дни, когда я встречаюсь с клиентами, я выделяю целый день в офисе и консультирую клиентов, заключаю договоры. Либо это съемки, либо это подготовка к съемкам, либо это я езжу в филиал, контролирую работу филиала. Наверное, так. Во сколько встаешь утром? По-разному, но обычно часов в семь. В семь утра и на работе ты уже во сколько? Слушай, ну я, как правило, начинаю работать дома, потому что работа связана с интернетом, в том числе переписки всякие, звонки и прочее. И потихоньку выдвигаюсь в офис, в офис я обычно часам к 10-11 приезжаю. Ага, то есть по грамотному, пробочка подроссосалась, правильно, и на работу. Наши шоссе энтузиастов, это... А домой во сколько? Домой, ну к 9-10 вечера где-то, к 11 может. И так каждый день? Практически. Когда проходит съемочный день, Москва, город большой, вечные пробки. Но тем не менее, я зачастую по твоим сюжетам видел, что что-то где-то произошло, такое ощущение, что тебе клиент позвонил, и вы уже все бросили, приезжаете всей командой. Как это происходит? Такое бывает, такое бывает. В частности, сюжет на автомойке, если помнишь, там с этим, с мошенническим салоном, так и произошло. Мы ехали с одного довольно скучного сюжета, который там завершение истории. У нас люди любят конфликты, позитивные ролики почему-то не так хорошо заходят. Но тем не менее, там нужно было снять завершение трилогии позитивной, мы его сняли. У меня оператор тоже любит конфликты, он грузин, горячая кровь, говорит, блин, скучный контент, сейчас будет трэша какого-нибудь. И вдруг звонок, какие-то ребята там на автомойке им пытались впарить какое-то барахло лютое в 3 или 4 раза дороже рыночной стоимости в кредит. И вот мы прям туда поехали. У меня просто оператор был под рукой, но если честно, у меня такой лёгкий на подъём. Но вы как-то планируете ваши дни, что, например, во вторник мы едем в такой-то салон, у нас будет такая-то история. Да, обычно планируем, но иногда что-то незапланированное происходит. Иногда кто-то звонит, какая-то ситуация там, полный трэш, её нужно решать срочно, мы тогда сдвигаем график. Ну вот вы прям по 3-4 раза в неделю снимаете или как? Да. Вот смотри, 5 лет прошло практически, 5 лет, и ты регулярно-регулярно снимаешь. Очень часто вопрос у людей, не надоело ли, не перегорело, не надоело вот эта одна и та же история, приехать там, машина, вот этот охранник, который выходит всегда и говорит, а у нас снимать нельзя. Вот эти банальные вещи, которые тебе уже наверняка надоели, но тем не менее, из раза в раз это постоянно повторяется. Слушай, ну они на самом деле хоть вроде бы одинаковые ситуации, они, каждая из них отличается. Кроме того, это человеческие истории, поэтому каждый раз какая-то новая история, новая трагедия, поэтому нет, не надоело. Конечно, эмоционально меньше эмоций от этого испытываю, да, не так, как раньше потом, ну профдеформация, я к этому привык, но всё равно мне нравится, конечно. Особенно вот недавно, сегодня у меня, кстати, выйдет на канале ролик про то, как мы помогли женщине из Ингушетии, у неё вообще реально трагедия случилась, она с ДЭКом отправила, как это называется, речевой синтезатор, у неё у ребёнка проблема со слухом, и из-за этого проблема с речью. То есть там какая-то специальная штука, я так понимаю, при помощи этой штуки он начинает слышать слова, начинает обучаться речи, и они её направили из Ингушетии в Москву с ДЭКом на настройку, и СДЭК потерял. Вот, и ребёнок в прямом смысле стал забывать слова, он перестал разговаривать, он знал 20 слов, потом 15, потом 10, потом вообще замолчал, за месяц всего лишь это произошло. Мы этот вопрос решили буквально за 2 часа, она была настолько в шоке, настолько рада, что даже когда от меня ушла, она забыла микрофон снять, приличный месяц с ним убежал, мы за ним бегали, забирали его. Слушай, а приоткрой немножко вот эту внутреннюю кухню, вот есть ты, как вот допустим, так скажу грубо, ведущий, у тебя был в команде Денис Терминатор. Ну, он как сказать, в команде, у него своя фирма экспертная, мы с ним сотрудничаем, ну, если считать Ютуб команду, да, он в моей команде, но что касается моей компании, он... Нет, я вот именно как раз про Ютуб, именно про съёмку, у тебя есть оператор, у тебя есть отдельный монтажёр, сколько человек вообще у тебя помогает тебе снимать ролики, сценарист может какой-то есть? Нет, никакого сценариста нет, у меня в Москве два оператора, один оператор в Питере, они же и монтажёры, они же, если так можно выразить, сценаристы, но у нас никакого сценария обычно нет, у нас лайв, весь историю, мы её снимаем. Ну, я могу предположить, что твой монтажёр действительно прокачался юридически, потому что я понимаю, что у вас исходники по 3-4 часа, ему нужно это всё отсмотреть, понять и собрать всё самое необходимое, чтобы донести до людей суть. Поэтому, ребята, монтажёру, оператору отдельно ставим лайк и говорим спасибо, потому что действительно люди принимают значительное участие в развитии твоего контента. А расскажи немножко о сотрудниках юридической компании. Раньше, я помню, у тебя был офис, он в том же месте сейчас находится? Да. У тебя было там буквально 3-4 человека, ну, 5 лет назад. Когда мы с тобой последний раз встречались, я не помню, мне кажется, я вообще чуть ли не один работал. Нет, там было несколько человек, на сегодняшний день. Сегодня у меня, точно не помню, по-моему, около 10 сотрудников в Москве, около 5 в Питере, да, большой коллектив. Я планирую в ближайшее время начать показывать их на Ютубе, потому что, конечно, что-то я подумал, что это упущение с моей стороны было, потому что зрители в Ютубе не понимают, что за моей спиной стоит ещё очень много людей, которые помогают работе нашей команды. Ну, в Ютубе все привыкли, что вот, вижу Ярдрея, значит, это Ярдрея. Вот, вижу Максима, значит, он в её команде. А то, что там ещё 15 человек работают, никто это не видит, никто это не знает, я буду это показывать. Друзья, напишите ваше мнение, мне кажется, это действительно было бы интересно, чтобы ты сделал такой некий обзор на свой офис, прошёл, показал, рассказал, вот у нас там Ира, Максим, Игорь, кто чем занимается. Но это действительно было бы интересно посмотреть, чтобы люди какое-то дали интервью, потому что я уверен, тебе поступает немало писем, желаний поработать у тебя. Вот отсюда вопрос, ты открыл филиал в Питере, а нет ли желания открыть в других городах-миллионниках? Да, к нам приезжала очень интересная девушка из Тольятти, очень хочет с нами работать, причём она писала в офис, её там проигнорировали, она писала мне, её там я тоже проигнорировал. После этого она написала Максиму, Максим её позвал к нам, и я решил, что это отличный перспективный специалист, я люблю людей таких упорных. То есть ты прикинь, она пробилась в офисе, её проигнорировали, я проигнорировал, она Максима нашла, всё-таки к нам приехала. Ну и мне кажется, она имеет большой потенциал, мы её сняли в одном из наших роликов в Питере про Рольф, такая интересная дама, надеюсь, будем расширяться. Ну почему надеюсь, точно будем расширяться, я имею в виду, что вот возможно с Тольятти это начнём. А что касается коллектива и того, чтобы его показать, обзора, заспойлерю, я уже это сделал. Уже снял. Уже это сделал, да, сделал в таком интересном ключе, я как это обычно во всякие организации прихожу без предупреждения с камерой, я точно так же сделал со своим офисом. Я просто туда пришёл и говорю, всё, ребята, я всех снимаю. Ждём. Ждём. Я не там такие ходил. Ждём. Слушай, вот здесь такой тонкий момент, открывать филиалы по стране, это здорово, это развитие. Но здесь есть такой жирный подводный камень. Вот придёт человек в какой-нибудь город, ну к примеру, Казань, вот ему там некачественно окажут услугу и начнётся. О, это всё хрень. Вот ты не переживаешь за то, что в офисе с названием Ярдрейда, с вашим логотипом, какая-то хрень произойдёт и это всё повесит сразу на тебя. Ведь ответственность будет колоссальная. Москва, Питер, ты регулярно передвигаешься, тебя можно лично там встретить. А в других городах как? Я очень переживаю, именно поэтому у меня кроме Питера нет никаких филиалов, потому что мне очень часто предлагают, я, Андрей, сделаю франшизу и продавай её. Но, по-моему, сделать франшизу нормальную, адекватную, чтобы контролировать всех своих партнёров, это просто нереально. Можно у меня на канале много роликов посмотреть про всякие франшизы, кофе какие-то, ещё что-то, в итоге это всё скатилось, чёрт знает куда. Поэтому самое главное, это, конечно, человек на месте, поэтому нужно выбрать нормального человека, понять, что он адекватный, ответственный, любит свою работу и тогда, я думаю, проблем никаких не будет. Руководитель офиса, да, с которого всё начнётся, чтобы ты уже за него лично мог ручаться, а он, как говорится, на месте отвечает головой. Вот смотри, про «отвечает головой». Давай немножко добавим перчинки в наше интервью. Ты снимаешь скандальные сюжеты. Вот я человек не скандальный, я вот не очень люблю вот эти темы, я когда смотрю твои ролики, конечно, это какие-то, знаешь, блокбастеры. Я всё время жду, когда же вам уже морду набьют, когда вас душить начнут, когда всплывёт то, что машину кому-то сожгли, потому что действительно бывают такие места, куда вы приходите. Ну, откровенно, там, остатки бандитов из 90-х, и тебе регулярно на камеру рассказывают, что ты снимаешь, убери, ну, команде вашей вживую, в жизни. Были ситуации, когда ты подъезжаешь к дому, или кто-то из твоей команды приходит домой, им говорят, ну-ка сюда иди, там, по морде дали, напали, записочку оставили с угрозой. Такое в жизни бывало? Нет, таких ситуаций не было. Всё, что на камеру, и всё. И потом, спасибо, до свидания. Да, ну, мне кажется, мы ведём себя адекватно в рамках закона, культурно, даже если там какие-то скандальные ситуации, я, как правило, стараюсь этот скандал сгладить. Ну, единственное, что про автомойку вспомню, там реально чуть до драки не дошло, но и то нормально всё завершилось. Ну, вот у меня к тебе как раз есть вопросы, серия «Вспомни, попробуй в голове самый жёсткий случай». А, кстати говоря, да-да-да, ты вот спрашивал, на автомойке было, да, они мне говорили мой домашний адрес, типа, мы знаем, где ты живёшь. Вот эти ребята угрожали, да. Ну, вот самый жёсткий случай, это вот его можно назвать автомойкой, вот всё, что произошло? Ну, там было довольно жёстко, я не помню, самый жёсткий это случай или нет, но там реально чуть до драки не дошло. Ну, когда у моего оператора оторвали от камеры петличку, бросили её в урну. Ну, вот ты в этот момент, ты стресс как человек же испытываешь, тебе же нет такого, что ты как вот на видео стоишь, что тебе похеру, там, ну, в душе ты всё равно, может быть, переживаешь, волнуешься. Слушай, у меня, нет, я не испытывал тогда стресс, у меня запустился мыслительный процесс, что делать, как из этой ситуации выйти с наименьшими потерями как можно быстрее. И я понял, что основное внимание этих людей привлекает наш оператор, поскольку у него камера, они на него набросились, я в сторонку отошёл, быстренько вызвал полицию, которая довольно быстро приехала. Кстати говоря, не знаю, это может быть лайфхак, сработал, но когда я позвонил в полицию, объяснил ситуацию, она меня спросила, есть угроза жизни и здоровья, я сказал, есть. После этого полицейский практически мгновенно появился, хотя обычно их нужно ждать очень долго. В начале диалога ты отметил, что люди зачастую любят как раз конфликты, когда где-то на кого-то нападают, крики, споры. Вот тебе-то оно вообще надо, вот с точки зрения вообще всего создания контента, вы всё-таки предпочитаете ехать в те места, где пожёстче, потому что больше просмотров будет? Или всё-таки ты смотришь те направления, где есть что-то, знаешь, полезное для людей? Как это происходит у вас? Слушай, а я заметил, кстати говоря, что почему-то на моём канале в последнее время стали набирать больше просмотров ролики, в которых нет конфликта, а те, в которых есть конфликт, наоборот, меньше. Может быть, люди просто устали от этого. Но я не выбираю, конечно, контент по конфликтам, что вот здесь конфликт, туда мы поедем, а здесь его нет, туда мы не поедем. Кроме того, изначально некоторые ситуации вообще непонятны, будет там конфликт или нет, он может быть вообще на ровном месте, а может быть там, где мы его рассчитываем, там его может не быть. Но ты быстро к этому всему делу адаптировался, просто смотри, 5 лет снимать, про постоянные какие-то разборки. Машина выехала из салона, запыхтела, затрещала, приходишь, всё нормально, ваша машина исправна. Тебе клиент изливает душу о том, что да, они уроды, козлы, ну, я так грубо скажу в кавычках. Те говорят, всё нормально, и вот постоянно, постоянно, изо дня в день. Вот ты говоришь, с 9 утра ты на работе, до 9 вечера ты на работе, душевное состояние от этого негатива. Я, безусловно, устаю, но я как-то вот так привык работать, обычно люди работают 5 дней, работают 2 дня, отдыхают. У меня другой график, я вот езжу куда-то, я обычно люблю отдыхать в местах, где даже сотовой связи нет, чтобы вообще отключиться от всего. Там я напитываюсь энергией, проезжаю и какое-то количество времени я её расходую. Потом я понимаю, что всё, у меня уже мои остальные нервы начинают немножечко сдавать. Сдавать, да. Надо снова ехать в лес. Тогда я снова куда-нибудь уезжаю в лес, да. Андрей, такой вот, прям действительно жизненный вопрос. 5 лет снимать, постоянно собирать лайки, респекты. К тебе люди, когда в городе подходят, узнают тебя, они же наверняка тебе руку жмут, фотографируют с тобой. Хоть раз был человек, который к тебе вживую подошёл, какие-то претензии тебе сказал, что ты плохой какой-то? Нет, такого, конечно, не было. Причём я почему-то у меня такое чувство, что иногда подходят люди, которые пишут гадости в Ютубе, но в лицо говорят, что ты классный парень. Это вполне может быть так, говорят. На основании этого вопроса. Вот я слежу там за твоей деятельностью, вижу, что молодец, молодец, молодец. Мы, когда снимаем какие-то сюжеты, где кого-то обманули, нам зачастую пишут, Дмитрий, изучите деятельность Андрея Подшивалова, он же Ярдрей. То есть, мне человек тебя рекомендует. И это бывает очень часто. И ссылаются на тебя, на твою команду, как на спецов. Но бывают такие ситуации, что у тебя произошёл конфликт с одними ребятами, с другими. Они выпускают ролик, где Андрей Подшивалов, Ярдрей, мошенник, разоблачение на тебя. Открываешь комментарий, и в моменте просто после 20-минутного, часового ролика люди сразу пишут. Ну всё, я всегда знал, что Подшивалов, он мошенник, а я вам давно говорил, что он юрист, аферист и так далее. Вот твоё мнение по этому поводу, ну как так? Пять лет лайки, а потом всё. Я не понимаю, как это работает, вообще не понимаю, но есть такое выражение, у людей память, как у рыбки. Действительно, они очень быстро всё хорошее забывают, и потом начинают мусолить что-то плохое. Я в последнее время столько всего про себя в интернете узнал, что вообще не понимаю, как это работает. А ты никогда не пытался в комментариях с кем-то обсудить, объяснить то, что да нет, вы не так поняли? Ну, именно в комментариях. Слушай, именно в комментариях, мне кажется, что это, ну допустим, я там двух-трёх человек смогу убедить. Я думаю, что это не очень эффективно, а аудитория-то огромная. А я ещё замечал так, что получается, вот допустим, сторона, с которой ты конфликтуешь, ну в вашем случае, они снимают ролик, там про тебя негатив, потом ты снимаешь им ответный ролик, и там уже, да, молодец. То есть, как бы, куда ветер дует или как? Информационный ветер, да? А там реально такие комментарии даже есть, я типа не знаю, кому верить, я тот ролик посмотрю, типа там правда, этот ролик посмотрю, здесь правда. Вот, но я на самом деле понял, что с блогерами это в том числе и вопрос веры. Если какой-то человек верит какому-то блогеру, обычно блогеры как выбирают, если он похож на тебя как-то там эмоционально, по поведению, то он и нравится. И, соответственно, если кому-то нравится какой-то блогер, и на него кто-то наезжает, то этим людям абсолютно бесполезно что-то объяснять, их не интересует факт и вообще ничего. То же самое, как и касательно того блогера, который там на кого-то наезжает, люди просто разделяются на два лагеря и абсолютно не воспринимают какие-то факты или аргументы, им на это вообще всё равно. Ну скажи вот откровенно, ну давит это вот эмоционально на тебя? Ты когда просыпаешься утром, ребят, смотрите, я, подчёркиваю, не собираюсь лезть там в ваши прям внутренние конфликты, это, как говорится, вы без меня разберётесь. Но просто обсуждая вот этот инфоповод, с кем-то вы законфликтовали, ты просыпаешься утром, вышел ролик про тебя, ты открываешь комментарии, посмотри, там тебя поливают грязью, тебя, всю там команду. Как это, когда там тысяча комментов негативных? Меня это, если честно, расстраивает, потому что люди в последнее время стали какими-то очень озлобленными и, на мой взгляд, отупели. Ну в массе я там не беру прав всех, по крайней мере, ну из комментариев такое впечатление создаётся, что люди перестали анализировать. Я привык всех, это моя основная ошибка на самом деле, я всё время на одни и те же грабли наступаю, я привык всех судить по себе, что все такие же интеллигентные, умные, культурные, воспитанные, но, к сожалению, это не так. Слушай, ну твоё мнение, вот, допустим, почему люди, 2022 год, мне кажется, у тебя работы никогда меньше не станет с точки зрения вот этих вот обманов, мошенничеств, когда человек приходит... Я думаю, даже больше станет. Да, 2 миллиона стоит машина везде, её реальная цена, он её покупает за 700 тысяч, а потом приходит тебе и рассказывает, ну вот, меня обманули. Вот, и ты снимаешь, и мы снимаем, и другие каналы, и, как говорится, из каждого утюга, из каждого чайника уже вот эти истории были рассказаны, и всё равно народ верит. Я не понимаю, вот сейчас я закончим с тобой интервью, я поеду снимать историю про человека, который поехал в какой-то очередной вот этот странный автосалон покупать, типа, BMW X5 за 3 миллиона рублей. Как он думал? Хотя в договоре написано 5. Я не знаю, куда он смотрел. Вот. И вот я купил его за 5. Он ещё оказался дровами со скрученным пробегом. Я говорю, ты мой канал смотришь? Да, смотрю. Я говорю, ты видел вот эти истории? Да, видел. Ты видел, что я предлагаю такую услугу, как сопровождение сделки, чтобы с тобой технический специалист поехал, юрид, чтобы вот этого всего не произошло? Да, видел. Я говорю, зачем ты это сделал? Я не знаю. Слушай, а я однажды задавал подобный вопрос человеку, который мне примерно по такой ситуации позвонил. Машина везде стоит полтора. Он её нашёл за 800 тысяч. Когда я ему начал объяснять, что это мошенничество, он, знаешь, что мне сказал? Это ты мошенник, потому что ты меня отговариваешь от выгодного предложения, и ты хочешь узнать, где она стоит, чтобы ты её купил и продал другим. Он мне изначально позвонил с вопросом, я ему объяснил по-честному, и он меня выставил. Я сказал, всё, понял, извините, пожалуйста, всего доброго. Больше он тебе не звонил, да? Нет, конечно. Он когда ко мне приехал, я говорю, ну, сложно будет помочь, но мы постараемся. Заключаем с ним, он с женой уже приехал, жена говорит, я всё буду контролировать. Заключаем с ним договор, я распечатаю договор, даю ему, говорит, ну, и просто не глядя его подписывает. Я говорю, тебя ничему в жизни не учат. Он говорит, ну, жена стала читать. Ну, а как вот, например, по-твоему, смотри, допустим, есть ли человек, вот он, ну, для себя искренне, он понимает, что он, ну, не знает он ничего. Вот он умеет делать какую-то определённую свою работу, он делает их хорошо, а тут договор. Он его читает, а он ещё так написан, что читать невозможно, всё сложно, ну, прочитает он от начала до конца, он же всё равно ничего не поймёт. Я с тобой полностью согласен. Ну, во-первых, хотя бы мог, не знаю, на цену товара посмотреть, увидеть, что там 5 миллионов, а не 3, для этого там особых юридических знаний не нужно. А во-вторых, я говорю, есть же такая услуга, чтобы юрист поехал на сделку. У нас почему-то в стране это не принято, хотя везде там в Европе, в Америке на все крупные сделки люди только с юристами ходят. Более того, там юристы, как правило, и без клиентов сами эти сделки оформляют. Но у нас почему-то это не принято. Вот как ты говоришь, люди ищут везде халяву, везде машины, миллион 700, а тут он какое-то секретное предложение за 800 нашёл и на полном серьёзе думает, что ему повезло. Хотя, по факту, с вероятностью 99,9% это обман. И, конечно, если юрист туда поедет, он это всё быстро вычислит. Конечно, нужно брать юристов на сделки, а тем более сейчас в ситуации, когда автодилеры... Ну, раньше ты приезжаешь, вот как мы с тобой последний раз 4,5 года назад встречались, приезжаешь и в салоне что-то видишь небольшое, такой маленький договор купли-продажи, а прям передача там особо смотреть-то нечего было. А сейчас что ты увидишь? Огромный договор купли-продажи, к нему какое-то доп. соглашение, какие-то там страховки, какой-то карты помощи на дороге. Вот такой вот комплект документов даёт человеку, который читать-то только 2 часа. Нужно просто в надежде на то, что вот здесь, где галочка, распишите, здесь тоже, здесь тоже, здесь тоже. Потом они домой приезжают, начинают читать и понимают, что они реально встряли на большие деньги. Конечно, без юридства это делать очень опасно. Ребята, будьте внимательны всегда. Это самый стандартный претензий у людей. Буквально неделю назад девушка звонит. Я вот купил, и меня обманули, но я читать просто не стал, у меня времени на это не было. Прямо в открытую говорит. Я говорю, ну слушай, подожди, ты читать не стала, это проверять не стала. Прошло там полгода, она хочет, чтобы ей все по страховке вернули и всё. Вот на основании этого хочу тебе задать вопрос. Официальные дилеры у нас сейчас многие ушли с нашего рынка, но тем не менее остаются официальные дилеры от китайцев. Их становится всё больше и больше. Соответственно, те же самые истории, что брак, гарантийный случай, они будут продолжаться. Возможно, с китайцами даже больше, может быть меньше. Посмотрим. Скажи мне, пожалуйста, твое личное мнение. Почему официальные дилеры выбирают тактику попытаться свалить всё на клиента, отбиться от какой-нибудь простейшей там поломки, нежели чем сказать, милости просим, садитесь, вот вам чай, кофе, мы вам сейчас всё сделаем, пожалуйста, приезжайте к нам снова. Слушай, я не знаю, для меня это, если честно, загадка. Но раз уж мы коснулись китайских дилеров, то вот по моему опыту китайцы так себя не ведут. То есть они практически мгновенно все проблемы решают. Стоит нам только написать какую-то претензию, китайцы тут же её решают. Вот недавно мы написали претензию, клиента машина более 45 дней стояла в ремонте. И они перечислили ему деньги за эту машину, даже до того, как в соглашении подписали расторжение договора. Они сказали, да, давай приносим извинения, всё хорошо, вот ваши деньги. Что касается Иксида, не знаю, могу я рассказать на твоём канале? Можешь. В принципе, могу, да? Конечно. Я договорился с одним салоном в Санкт-Петербурге, называется он Beta Finance, официальный дилер. Мы договорились с ним о следующем. Ну вот эта вся тема с допами, страховками, заниженной стоимостью, картами помощи на дорогах. И вот весь этот обман дилерский, он уже всем надоел, в том числе и дилерам. Они хотят из этой истории как-то вылазить. И я придумал такую тему, как честная сделка. То есть я договариваюсь с дилером, что у нас с ними соглашение с огромными штрафами. О том, что клиент приходит в определённый салон, видит на ценники стоимости автомобиля. Эта же стоимость будет 100% в договоре купли-продажи. Не будет никаких допов, никаких страховок, ничего. Всё как раньше. Даже подарки какие-нибудь подарят. И может быть скидку сделают. Я вот сейчас призываю дилеров присоединяться к этой программе. Пока что один присоединился к Beta Finance в Питере, дилер Эксида. И ещё знаешь, какую тему сделал? Знаешь способ мошенничества при помощи того, как по заниженной цене в трейд-ин выкупают автомобиль? Ну. Знаешь, как работает? Ну, знаю, но ты расскажи людям, как тюрист. Рассказываю. Некоторые салоны, автосалоны, мошенники поступают следующим образом. Вы приезжаете купить автомобиль со своим старым автомобилем. Вам предлагают очень сладкую цену. То есть машина стоит 4 миллиона, а вам её предлагают за 3. Но при этом говорят, что ваш автомобиль они выкупят за 100 тысяч. При том, что его стоимость... Всё, кофе больше не будет. Финиш. Сейчас, ребята. До лонги! А что это такое вообще? Кофемашину, ну всё. Режим ожидания прошёл. Продолжай. В автосалонах, нечестных автосалонах-мошенниках, есть такая схема обмана граждан, когда вы приезжаете в автосалон, и вам предлагают автомобиль по очень сладкой цене. Допустим, везде он стоит 4 миллиона, вам предлагают его за 3 500. Но при этом вы приезжаете со своим старым автомобилем, и вам говорят, что вы сдадите его в трейд-ин, и эти деньги зачтут стоимость того автомобиля. Но при этом ваш автомобиль выкупают по очень низкой цене. Допустим, у него миллион стоимость рыночная, вам говорят, за 100 тысяч его продайте. Но это типа формальность, мы там зачтём это туда-сюда, и в итоге это будет просто формальность. А поступают следующим образом. Вы заключаете договор трейд-ин вашего автомобиля туда, к дилеру, за 100 тысяч рублей. После чего дилер говорит, что, ой, слушай, а цена автомобиля изменилась, вот нового, не 3,5, а 4,5. Говорят, не-не-не, тогда меня это не интересует, верните мою машину назад. Они говорят, а это невозможно, всё, ты подписал договор купли-продажи, ты подписал акт приём-передачи, это наша машина за 100 тысяч рублей. Хочешь, уезжай, она будет наша за 100 тысяч рублей, или покупай вот этот за 4,5. Вот так вот обманывают людей. Я, соответственно, договорился с этим салоном, EXIT в Санкт-Петербурге, Бетафинанс, о том, что я разработал для них специальный договор трейд-ин. В общем, в нём указано, что он не вступает в силу, пока не заключён основной договор. То есть ты подписываешь с ними трейд-ин, если там по каким-то причинам цена вырастет автомобиля, то ты всегда можешь забрать свой автомобиль. Конечно, чтобы человек мог перестраховаться. Да, да, да. В общем, эта программа называется «Честная сделка», подробности будут у меня на сайте, ссылочку оставишь. Друзья, мы без проблем оставим все ссылки на тебя, какие ты скажешь, чай будешь пробовать? Да. Оставим все ссылки на тебя, а вы зайдите, пожалуйста, посмотрите. То же самое, кстати, касается и строителей загородных домов. Я общался тут недалеко вчера с представителем Ассоциации строительства загородных домов. Они говорят, что мы тоже от этого устали. У них тоже такая же тема. Кто-то там условно дом продавал за 15 миллионов рублей, кто-то подумал, что дешевле-то его нельзя продать. Там цену опускать можно на определенном пределе, дальше уже просто себестоимость. Кто-то придумал, а давай-ка я поставлю его за 13, но при этом условно там, не знаю, окна не включу стоимость. Кто-то посмотрел на него, сказал, а я без дверей тогда продам за 11, а кто-то там без крыши за 9. И в итоге это все дошло до абсурда, что продают там какие-то там, как они это называют, теплый контур. Что это такое, непонятно. Все это, каждый там по-своему представляет, что такое теплый контур. Это может быть только фундамент, стены и вообще больше ничего. И они говорят, что мы тоже устали. И как-то они хотят собраться и вместе решить, что не стоит этим заниматься. Стоит писать честную цену и продавать по-честному. С твоего позволения добавлю личное мнение. Народ голосует рублем. Вот цена решает все. Почему люди ведутся на эти 3,5? Конечно, он зашелся вон 4 миллиона, там 3 500. Как раз возвращаясь к той самой истории, что я тебе рассказывал, что человек еще потом мне же доказывал, что я мошенник, а не они. Все ищут сами. Это то же самое одно время была компания строительная, но она не сейчас, наверное, существует. У них тоже дома были за 200 тысяч. 200 тысяч. Что? Дом за 200 тысяч? Да, каркас. Ну, это давно такие цены были. А потом начинается, ну, тебе полы вообще в доме нужны, нужны. А крыша тебе нужна, нужна. А окна тебе нужны, нужны. То есть, тебе, знаешь, предлагают за 200 тысяч проект дома. Как каркас из топора, да? Проект дома за 200 тысяч. А под ключ он выйдет хороший. 4, блин. Думаешь, а вот оно как. А некоторые же верят, деньги отдают и все. И до свидания. Андрей, вот возвращаясь к твоей деятельности, к скандальчикам, вот к этим, периодически всплывают все ролики, где, а вот у Ярдрея постоянные проигрыши. Вот расскажи нам по-честному сам, как представитель и владелец своей компании, какие самые частые претензии у вас к клиентам? Но есть же какой-то, знаешь, такой топ претензий, что вы делаете плохо то или как? Вот что народ про вас говорит? Ну, основная претензия наших клиентов – это плохая обратная связь. Это я признаю, у нас есть такая проблема, мы работаем над ее решением. Но это тоже объяснимо, потому что все хотят поговорить с юристом, но невозможно сделать, чтобы все это сделали, потому что юрист тогда будет просто разговаривать с клиентом и не будет работать в судах. Поэтому вот с этим есть проблема, я это признаю, мы над этим работаем и я надеюсь, что скоро все будет хорошо. Уже введен отдельный клиентский отдел, где специалисты собирают информацию у юристов и передают клиентам. Таким образом это пока работает, будем его расширять и надеюсь, что эта проблема прекратится. Что касается проигрышей, каких-то претензий по поводу того, что мы проиграли делом и негодяем, но только одну я услышал, и то недавно. А так обычно люди, я понимаешь, я честно заранее всем, я никогда не говорю, что дело можно 100% выиграть. Я всем честно говорю, что дело можно проиграть. Иногда говорю, что дело там вообще, на мой взгляд, не имеет никаких перспектив и прямо даже в договоре иногда это прописывают, что клиент это осознает. Ну, кстати, иногда бывает такое, вот я однажды выиграл дело, где я считал, что его просто невозможно выиграть, но я его выиграл. Вот, мне просто клиент сказал, что говорит, слушай, я в тебя верю на 100%, ты его выиграешь. Я думаю, блин, мой документ посмотрел, думаю, как это можно выиграть, но выиграл. Прикинь. Вот, это тоже важно, потому что я просто по своей даже практике знаю, что есть люди, когда приходят, про кого-то, знаешь, машину найдите, я говорю, да с твоим бюджетом не найдешь, попробуй, я готов заплатить, давай искать, начинаешь искать и находишь. И сам думаешь, нифига себе, чудо какое-то случилось. А ты не думал снять, например, сюжет, отдельный выпуск специально для тех, кто любит какой-то негатив сказать, ребята, вот, ситуация была, мы проиграли, и, например, просто рассказать, в чем смысл ключевой проигрыш, чтобы человек знал какой-то полезный выпуск. Да, есть такая идея, я думаю, что мы это сделаем, да, есть такая идея, потому что иногда суды пишут такое, что, ну, чтобы людям было понятно, что мы работаем, там, прилагаем усилия, все возможные, что позиция наша изначально правильная, но что-то там в суде пошло не так. Или эксперты, например, такую дичь иногда могут написать на вроде стопроцентной позиции, а эксперты пишут какую-то чушь полную, и в итоге дело проигрывается. Кстати, у нас, ну, наверное, это основной фактор проигрыша, это дела, где судебная экспертиза приходит к каким-то абсурдным выводам. С этим очень сложно бороться, потому что редко какой судья вникает в суть экспертизы, ну, типа, вот мне эксперт написал, я переписал, думать там не буду, что он написал. А вот ты можешь охарактеризовать, вот, по всему твоему опыту, вот судебная система именно с точки зрения защиты прав потребителей. Вот насколько она по пятибалльной шкале в России работает, там, я не знаю, как правильно сказать, в пользу потребителя, там, честно, там, три балла ты бы поставил, четыре, если бы оценивать, вот, лично твое мнение. В баллах мне сложно оценить, я могу сказать, что работает это очень по-разному, очень большой, к сожалению, фактор удачи, то есть, очень много зависит от того, какой судья ты попал, человеческий фактор. Какая-то судья может просто вот ненавидеть потребителей, она сделает все, чтобы тебе отказать, даже если ты будешь прав на сто процентов по закону. А в вышестоящей инстанции, там тоже, знаешь, такой фактор везения, некоторые разбираются в деле, а некоторые просто формально по диагонали прочитают и оставляют в силе решения. Ну, конечно, я скажу честно, до идеала, ну, не то чтобы далеко, но она не идеально работает. Ну, она хотя бы как-то из года в год выправляется, там есть какие-то изменения в лучшую сторону или как? Ну, да, я думаю, что есть, я думаю, что есть, по крайней мере, судьи становятся более опытными, практика появляется, по которой они же могут выносить решения. То есть, там, 10 лет назад те же споры по возврату машин, судьи впервые видели вообще, что такое, в принципе, можно, и не знали, что и как там на это реагировать. Ну, потом Верховный суд разъяснил там некоторые моменты, пленум вышел, и судьям стало попроще. Самая жесткая история, необычная с точки зрения вот за последний год-два, когда ты получаешь письмо либо обращение от какого-то человека, что ты читаешь, думаешь, да ну нафиг, это правда произошло, что тебя прямо это заинтересовало, и тебе прямо в голове это запомнилось. Есть какие-то такие вот обращения? Ой, слушай, сложно сейчас что-то выцепить, потому что у нас обращение там по 200 штук где-нибудь цепится. Я понимаю, но вот прям вот ничего в голове вот сейчас так не всплывает, такого яркого? Ну, яркое вот, к сожалению, или к счастью, не знаю, сорвался у меня выпуск, я хотел ехать в Белгород, там хотел снимать очередной социальный проект, человек увольнялся с работы по собственному желанию, он снял это все на видео, у меня есть видео, он, правда, попросил его нигде не распространять, где он приходит к руководителю, кладет заявление на стол об увольнении, тот берет его вот так сминает и в лицо ему время кидает. Он мне прямо это так задело, я думаю, я даже до Белгорода доеду и объясню ему, что так с людьми поступать нельзя, но он, видимо, сам это понял, и в итоге они по-хорошему разошлись. Давай поговорим немножко о семье. Работа, работай, у тебя прекрасная жена и просто мега крутой сын. Активный уже два. Ма, мы пропустили момент, поздравляю тебя. Сколько получается уже второго? Второго, полтора месяца. А, полтора месяца, совсем недавно. Как назвали? Богдан. Богдан, а первый сын у тебя Ярослав, а ему сколько на сегодняшний день уже? Тринадцать. Уже тринадцать лет. Ребята, мы когда снимали, это было пять, почти лет назад, Ярослав увлекался тогда всякими. Ютубчик у него был тоже свой канал, какие-то эти похождения у вас были, как заброшки, тогда это было ему интересно. Расскажи, пожалуйста, как сын сейчас, Ярослав, какие увлечения, чем занимается? Ну, забросил он эти свои заброшки, забросил, к сожалению, ютуб-канал, не знаю почему. Занимается он сейчас, в общем-то, учёбой, он практически на сто процентов погружён в учёбу. Ну, тринадцать лет – это такой возраст, когда он уже может завтра невесту домой привезти. Компьютерные игры, конечно, которые меня раздражают. Девчонки тоже, да, появились. Игра – это есть такая игра Brawl Stars. А, популярная. Ну, я не знаю, но я слышу, что она как популярная. Я не понимаю вообще, конечно, такая тупая игра, что дети в ней нашли. Супруга как? Супруга, ну, как? В декрете? Как твоя супруга, которая с полуторамесячным ребёнком была, я думаю, она в курсе. Друзья все понимают. Слушай, Андрей, расскажи, вот я раньше помню то, что ты сына с собой брал регулярно на съёмки, он с тобой ходил. А он действительно прям был мальчишка такой, прям вот папин сын. Ну, я так не в обиду жене твоей. Сегодня тринадцать лет. Он вообще рвётся с папой куда-то поехать или уже, бать, ты давай на работу, а я пошёл? Нет, 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 конечно, он меня поддерживает во всём, он очень переживает, когда у меня какие-то конфликты с кем-то в интернете. Но что касается ездить куда-то со мной, у него сейчас очень мало времени. Мы его устроили в школу, где он там учится с девяти утра до шести вечера, потом приезжает домой, делает уроки. То есть, у него времени... Загружено, короче. И даже по субботам стал учиться, да. То есть, у него времени свободного, в общем-то, стало столько же, как у меня. То есть, вообще нисколько. У тебя контент для взрослых людей. Это скорее смотрят родители тех, с кем он учится. Но, тем не менее, он когда в школу приходит, ему говорят, типа, о, нифига, это сын Ярдрея, такой есть? Да, да. Приятно? Приятно. А ему по-любому тоже, да, пам, блин, сегодня подходил мальчик, он тебя узнал, он знает тебя. Или он уже вообще... Слушай, ну у них, на самом деле, у них свои кумиры. Они как бы, ну, респектнули за это, там, типа, зауважали. О, у тебя папа блогер, прикольно. Но, конечно, никто там меня не смотрит, потому что у них там свои какие-то движухи. Мне абсолютно непонятно. Я смотрю то, что он смотрит в Ютубе, у меня просто глаза такие. Я даже не понимаю, что это и зачем они это смотрят. Понятно. Андрей, расскажи, пожалуйста, вот два вопроса сейчас будет про твой выходной день. Вот расскажи нам, как проходит выходной день в семье Андрея Подшивалова, если это один день в Москве. Ну, там, не знаю, суббота, воскресенье. Вы просыпаетесь и как вы его проводите? Ну, обычно я сплю до упора, там, не знаю, часов до десяти отсыпаюсь. Потом мы либо едем в гости к родственникам, либо гулять идём. Обычно так. Ну, вы как-то расписываете день, там, пойти в парк, потом в кафе зайти. Ну, вообще, если честно, целый день лежать просто на кровати и вообще ничего не делать. Такое тоже бывает. Откисать, так сказать. Ну, сын тоже от учёбы, жена с ребёнком, особо не откиснешь. Если это идёт какой-то выезд, я знаю то, что ты вот как раз рассказывал, что ты любишь куда-нибудь уехать там, где нет никакой связи. Как это происходит сейчас? Ну, жена с полуторамесячным ребёнком вряд ли поедет. Вы там сыну вдвоём можете себе такое позволить уехать на два дня? Да, можем. Вот расскажи, куда вы едете, чем вы занимаетесь? Какие-то, может, яркие места? На два дня я, как правило, не езжу никуда, потому что в этом смысла нет. Ну, а на сколько? Ну, не знаю, как минимум на недельку. Обычно, когда я хочу отключиться от всей этой движухи и отдохнуть, я к папе еду в деревню. Он у меня живёт, ну, как это, деревней даже не назовёшь. У него дом там в чистом поле, он за тысячу километров от Москвы выстроил. У него папа интересный человек. Я, кстати, хочу его уговорить, ему тоже YouTube-канал завести, рассказывать про жизнь. Как это, даже не знаю, жизнь на природе. Он сам построил дом, сам сложил там печку, сам завёл хозяйство. Какие-то там у него гуси, куры, утки. Это миллионные просмотры, я тебе сразу говорю. Это у меня мама. Я говорю, папа, блин, заводи канал, что ты тупишь? У меня мама смотрит черничный хутор. Я однажды зашёл, да, на всё, черничный хутор. Ну, название такое, знаешь, красивое, черничный хутор, такое вкусное. У них там выпуск был, как барана по имени Гогу стригут. Я просто включаю, вот 30 минут видео, например, идёт. Вот 20 минут просто тишина, и как вот его просто бреют. И потом уже, знаешь, идёт какой-то монолог. И там, я не знаю, 200-300 тысяч просмотров. Там люди пишут, блин, класс, с вашим контентом отдыхаешь. Да, да, да. Ну, знаешь, людям надоело вот это вот. Надоело, надоело, надоело. Я согласен, я даже по своему каналу замечаю. То есть, раньше конфликтные ролики набирали много, спокойно и мало. А сейчас наоборот. Вот, и я папе говорю, папа, я говорю, заводи канал. Я уже давно ему говорю, уже года три. Он ещё интересно рассказывает, он интеллигентный образованный человек. Он кандидат физико-математических наук, который уехал жить в чистое поле из Москвы. Слушай, мы бы сами к нему съездили, сюжетик бы сняли. Мы такие темы снимаем. Я бы прям с удовольствием обзорчик на дом. А ты поговори, если он согласится. Блин, оператора в руки и погнали. Я вот даже спрашивать не буду, поехали и всё. Порекомендуй. Человек сейчас сидит и думает, блин, я тоже хочу перезагрузиться. Куда бы поехать из того, что где ты был, что тебе понравилось, какое-то место в России? Очень круто меня впечатлило, очень круто мы поехали на лошадях на Алтай в поход. То есть, мы сели на лошадей, но это правда было очень тяжело. Я за этот поход похудел килограмм на пять. Прикинь, за две недели. Но это была прям полная перезагрузка. То есть, там никакой связи, никакой цивилизации. Туда вообще, в те места, где мы были, можно только на лошади дойти. Только, потому что там даже пешком не дойдёшь. Там вот такая одна сосна, другая. Если ты будешь пешком лезть, ты чокнешься. И мы четыре дня там шли до определённого места. Пришли, там прямо горы такие, там вообще девственные, нетронутые. Природа вообще невероятная была. А есть там в этих местах какой-нибудь хороший домик в аренду, банька, чтобы не на лошадях кататься, а чтобы прийти просто в баньку? Это второй раз я ездил, когда уже без друзей, в менее дикое место на Алтай, но тоже в довольно дикой. На машине мы поехали в семью уже с ребёнком и с женой. У меня, кстати, есть на втором канале ролик про это. Там была такая как бы пасека, горная пасека. Там есть домик, такие более-менее условия комфорта. Ну и то у меня там жена за неделю. Первые два дня ещё более-менее, но потом стал, я хочу в город, хочу душ, хочу там это. Ага, то есть всё-таки городская. Больше нравится в городе, чем вот эти истории. Да, это не женская тема, мне кажется, всё-таки. Но мне больше нравятся такие прям вообще хардкорные истории, где я реально там как-то, как это объяснить тебе? Возвращаешься к каким-то совсем таким глубинным корням, чувствуешь себя реально практически первобытным человеком, когда ты понимаешь, что до ближайшего магазина тебе 5 дней на лошади как бы идти. И если ты не поймаешь рыбу или там не добудешь какое-то животное, которое ты будешь есть, ты там просто, ну если не умрёшь с голоду, то как минимум будешь очень некомфортно себя чувствовать. Там, кстати, забавная история была, извини, перебью. Когда мы, мы же, естественно, брали какие-то с собой продукты и не следили, ели, 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 ели. И потом поняли, что в один прекрасный момент, что мы их все съели. И у нас вообще нечего есть, и один из нас пошёл охотиться. И мы прямо так, знаешь, как болельщики на футболе болели за него. Он там добыл дичь, притащил все такие радостные были. Мы её потом ели целую неделю. Я просто к этому как раз и хотел вопрос задать. Такие места ты любишь, ну а сам ты рыбу ловишь, там, не знаю, костёр там пошёл, нарубил дров, собрал, поставил какой-то дом, валежничек сделал. Такое есть? Или ты приезжаешь как раз с двумя сумочками? Ну, что касается дома, конечно, вряд ли я смогу сделать дом. Это к бате моему. Он большой специалист в этом. Ну, кстати, когда строил этот дом, я помню, он в один прекрасный момент начал читать книги по строительству домов. Просто туда ушёл, читал их два года, потом взял и построил дом. Ну, круто. Свободное время, когда ты один. Такое вообще бывает? Вот я, например, так пример тебе приведу. Люблю выйти в город, просто пройтись. Вот я иду по кругу, по Садовому кольцу, о чём-то думаю, погулял, там, где-то перекусил, пришёл домой. У тебя бывает вообще, когда ты один остаёшься? Да, конечно, бывает. Я вот тоже люблю то, о чём ты говоришь. Как правило, это когда я езжу в Питер, филиалы обратно. Я сажусь в автомобиль, я люблю больше на машине ездить, именно потому, что там один, в отличие от Сапсана, на котором удобнее, понятное дело, и комфортнее. Я отключаю телефон и просто еду, такая медитация, и думаю о чём-нибудь. Андрей, когда мы с тобой снимали первое интервью, кстати, посмотрите, очень довольно-таки такое прикольное интервью получилось, тогда ты сказал, что примерно последние полгода ты перестал пить пиво. Ну, пиво и вообще алкоголь в целом. На сегодняшний день мы уже посчитали, ты пять лет не пьёшь алкоголь. Ну, я не считал, но получается так. Да, мы уже всё высчитали, калькулятор открыли. Ты мне скажешь, ты вообще его не пьёшь? Или чуть-чуть на праздник? Совершенно, абсолютно. Это очень, так сказать, хорошо, правильно. Расскажи людям, почему такое решение было принято? Алкоголь не даёт ничего хорошего, и я понял, что это может закончиться, на самом деле, большой проблемой для меня, если я буду продолжать его употреблять в таком же количестве, как я его употреблял. Употреблял я его довольно много, надо сказать. Я не был алкоголиком, но я покупал там каждый вечер одну-две бутылки пива. И когда это перешло в то, что я делал это каждый вечер, я понял, что это вообще абсолютно нездоровая тема, и надо с этим как-то завязывать. Сколько прошло времени, чтобы ты сказал, типа, да, зачем мне это пиво, вообще ничего не хочу? Если честно, довольно долго. А, тянуло, хотелось пивца. Ну, были там какие-то компашки, с которыми я общался. Вот это, кстати, интересный момент. Когда я перестал полностью употреблять алкоголь, я понял, что все друзья, так называемые, с которыми я общался, единственное, что нас с ними связывало, это, собственно, тот самый алкоголь. Когда я приехал на нашу эту тусовку, там, где все пьяные, а я трезвый, и послушал вот эти идеи, кто как нажрался там, типа, в прошлые выходные. Я так посмотрел на это, думаю, блин, ладно, ребята, я поехал. То есть, подожди, до этого ты был таким же спикером на этих тусовках, который рассказывал, типа, а я, знаешь, что, у меня вот так вот было. А тут тебе рассказать нечего, поэтому... Я такое пиво выпил, а я такое. Кстати говоря, хочу тебе сказать, что когда я перестал полностью употреблять алкоголь, продуктивность работы выросла просто раз, не знаю во сколько. Ясность ума, лучше себя чувствуешь, особенно если здоровый сон и правильное питание. Я, кстати, пробовал потом алкоголь, я тебе сказал, что вообще не пью. Я вообще не пью, в принципе, как процесс, да, какое-то времяпрепровождение. Но я, естественно, пару раз пробовал, просто интересно. И там где-то через года полтора-два после того, как я вообще перестал пить. И я понял, что мне просто противно, если честно, какое-то... Ну, отравление, да, состояние отравления. Неприятно, голова как-то туго соображать начинает. Слушай, расскажи, пожалуйста, о еде. Вот мы сидим дома, что ты любишь есть? Какое-то твое любимое блюдо. Может быть, есть какое-то интересное место в Москве. И какое-то там блюдо подает, там кафе, ресторан, там, не знаю, еще что-то. От чего ты прямо получаешь удовольствие? Икру люблю красную, ты очень угадал. Икра красный раз, еще что? Да, слушай, я на самом деле, вот что касается еды, у меня каких-то там запретов на эту тему вообще нет. Есть люди какие-то, я вот это не ем, а я вот это не ем. Вообще все ем, мне вообще все равно. Что касается места, где очень вкусно, если честно, по ресторанам не так-то уж и часто ходим. У меня жена очень вкусно готовит, вообще нет смысла не ходить ни в какие рестораны. Но мне нравится такое место, как... У меня ребенок очень любит суши. Я тоже, в принципе, люблю, но в основном то суши, которое продается у нас в Москве, это какая-то дичь. Вот, а есть интересное место, называется Цветение Сакуры, его держит шеф-повар-японец, это рядом с посольством Японии находится. Не знаю, кстати, сейчас оно работает или нет, раньше там японцы ходили туда есть, там даже есть какое-то секретное меню, где только на японском. Его можно тоже заказать, но тебе придется тыкать пальцем, потому что там ничего не понятно. Там мне очень нравилось. Ну, а так вот ты больше там рыбку или мясо? Рыбку, но хорошую. Вот мне, кстати, недавно подписчик один, маме которого мы помогли, там была абсолютно невероятная история, я даже не понимаю, как они это провернули. Юристы-мошенники из Москвы развели пенсионерку на Камчатке на, по-моему, 300 тысяч рублей, прикинь. Они ей как-то позвонили, даже вообще не знаю, как это сделали, по телефону убедили ее, что они могут через суд там на Камчатке увеличить ей пенсию. И она перевела им 300 тысяч. Мы приехали к ним, наехали на них, они деньги ей вернули. Вот они были очень мне благодарны, и он привез мне какую-то вообще невероятную рыбу. Он мне сказал, вот тебе нерпа, а вот... Или нерка как? Нерка. Нерка, это да, это животное. Вот тебе нерка, а вот еще какая-то рыба, типа вот такую рыбу ты никогда не ел, и это вообще самая вкусная рыба. И я, к сожалению, что-то я думаю, ну, наверное, как обычно, знаешь, что там нахваливает. Я, к сожалению, не запомнил название, это вообще просто что-то. Я не знаю, съел эту рыбу, это что-то невероятное. И после этого думаю, блин, надо ехать на Камчатку искать эту рыбу. Друзья, кто с Камчатки, пишите в комментариях, что это была за рыба. Кстати, да. Андрей, а с точки зрения работы, если раньше у нас было такое изобилие, были дилеры, несли гарантию, ты мог прийти, там, допустим, Ауди вернуть, Мерседес вернуть, Бентли, то сейчас получается как? Одни будут китайцы, ну, так, плюс-минус. Люди иногда жалуются, что сейчас все снимают только про китайцев, словно они не понимают, что для других машин больше не остаётся. Вот тебе как с работой? То ты мог машину возвращать там за 20-30 миллионов, какую-то необычную, это там целая история. А сейчас был Мерс, стал Черри. Как прокомментируешь? Слушай, ну, я прокомментирую так, что, во-первых, я думаю, китайцы и премиум сегмент выведут на наш рынок, мне уже писали там китайцы, это вот бренд, знаешь, у них там пятиконечная звезда, дорогие машины, на которых у них там, не помню название, у них там правительство ездит, они там, эти машины тоже там продаются по 30 миллионов, вот, они хотят выходить на наш рынок, что называется, святое место пусто не бывает. Во-вторых, мы перестали концентрироваться только на автомобилях, сейчас у меня юридическая компания широкого профиля, мы недвижимостью занимаемся, и там арбитражными спорами, и очень много чем, широкий спектр услуг юридических оказываем, поэтому, в принципе, к нам можно обращаться по практически любым юридическим проблемам, кроме, наверное, разве что уголовки, которой мы пока не занимаемся, но тоже я планирую там в партнёрстве с адвокатами и это направление. Короче, 2023 год у компании Yardrea работа будет. Да, я думаю, что у нас работы будет больше, потому что сейчас обмана столько стало, то есть у нас телефон просто разрывается, сейчас очень много людей появилось, которые, видимо, решили, что, наверное, всё, как бы, жизнь закончена, и поэтому нужно урвать, вот, как бы, и, типа, чтобы на всю жизнь хватило. Вот недавно у нас был шокирующий случай, который, к счастью, мы смогли помочь нашему клиенту, но ещё не окончательно, но самый опасный этап прошёл. Представляешь, что у клиента есть недвижимость за 3 миллиона евро в Москва-Сити, долларов, ну, неважно, очень дорогая недвижимость, Москва-Сити, он поехал в Таиланд, и в один прекрасный момент он получает смс-ку или звонок там от управляющей компании, говорит, скажите, пожалуйста, а точно передать ключи новому собственнику? Он говорит, какому новому собственнику? Ну, вот, новый собственник пришёл. Оказалось, что кто-то по поддельным документам восстановил у него пароль от госуслуг, каким-то образом там заказал электронно-цифровую подпись, и по этой подписи, пока он был в Таиланде, продал эту недвижимость кому-то другому. Вот, и мы приехали быстренько, ну, вернее, он вернулся из Таиланда, там выписал на нас доверенность, мы ездили в эту Москва-Сити, подняли там шухер, быстро написали заявление в суд, в полицию, и, к счастью, успели наложить арест, пока эта недвижимость не была перепродана ещё кому-то другому, потому что, ну, я так понимаю, суть была именно в этом, то есть он её незаконно купил, хотел кому-то показать и продать гораздо дешевле рынка, чтобы там за 2 дня условно продать, и с этими деньгами уехать, потому что он её купил, ну, недвижимость стоит по договору нашего клиента 120 миллионов, он её купил типа за 40, прикинь. А вот тот, кто дал 40 миллионов, он же получается и без недвижки, и без денег? Не-не-не-не, это мошенник и был. А, мошенник и был, всё, я понял. Он как бы её на себя типа якобы за 40 миллионов купил, ну, чтобы, видимо, следующему показать, что она, видишь, вот я за 40 купил, тебе там продаю за 42, а 42 это в 3 раза ниже рынка, и он, наверное, рассчитывал, что быстро найдёт покупателя, но, к счастью, не успел. Ну, его-то нашли, мошенник этого поймали? Ну, это вопрос к полиции, я не знаю, я надеюсь, что они его поймали, ну, мы заявление на возбуждение уголовного дела написали, его ещё даже не возбудили, хотя история как бы, ну... Вообще класс, блин, вообще класс, блин, ни хрена себе сидишь, взломал, блин, что-то сделал, тут смотрел один выпуск, блин, говорят, людей там за колесо украденное сажают в тюрьму, блин, а здесь недвижку там взломал, тут получилось. Я всё удивился, дело до сих пор даже не возбудили, что самое интересное, есть его телефон, есть его паспортные данные, есть его лицо, он на камерах засветился, то есть, он впрямую туда приходил, в этот Москва-сити, и при этом он почему-то где-то ещё бегает. Андрей, вопрос в позитивном ключе, вот из серии. У тебя никогда не было мысли переехать, жить в какую-то другую страну? Просто, вот, может быть, ты путешествовал там в Испании, тебе понравилось, или там в Америку, там частенько рассказывают, вот, в Америке, в Калифорнии, хорошо, или ещё куда-то. Просто поехать, пожить, там, не знаю, на длительный срок, на короткий. Слушай, такие мысли были, конечно же, но я думаю, что я не смогу, потому что я вот этой весной, по-моему, да, где-то месяц жил в Грузии, у меня там бар есть в Тбилиси, мы с друзьями открыли, и вот по работе пришлось месяц там пожить. Первые две недели я, конечно, кайфовал, но через месяц я стал уставать. Мне очень нравится Грузия, очень нравятся местные люди, очень нравится природа там, прям вообще великолепная, вот, но как-то, как-то не то всё. И менталитет у людей другой от этого начинает через какое-то время уставать, и просторы не те, то есть мы когда из Грузии выехали и встали на трассу на эту М4, я понял, что я уже второй день еду и никак не приеду, хотя Грузию ты можешь, там, не знаю, за полдня всю по кругу объехать. Вот этого начинает не хватать. Не знаю, может быть, можно найти какую-то страну, где прямо всё то же самое, но я сомневаюсь, потому что люди всё равно будут не те. Слушай, немножко копнём в личное, захочешь, ответишь. Что с недвижкой? Много работаешь, хорошо зарабатываешь, скопил на квартирку? Нет, недвижки пока что нет. Ну, насколько я помню, ты снимал раньше квартиру? Нет, я не снимал, квартира родственников, да, мы живём, поэтому, видимо, мотивация недостаточная, и так всё хорошо. И то есть пока-то у тебя своего полноценного жили? Да, я на эту тему не заморачиваю. Ну, ты копишь вообще, есть какая-то цель, вот именно финансовая, знаешь, например, кто-то копит на машину? Ну, я больше хочу дом, конечно, загородный, чем квартиру в Москве. Ну, дом ты где хочешь? Такая идея есть. Дом где? Ну, где-нибудь в Подмосковье. Ну, ты не смотрел райончик какой-нибудь там? Слушай, я сейчас обсуждаю эту тему с бывшим моим оппонентом, с которым мы сначала подцапались, потом подружились, это Серёга Домогацкий, знаешь его? Конечно, слышал. Вот он сейчас... Фахферк. Да. Вы снимали, что он построил говно. Да. А сейчас ты хочешь, но у вас это было на канале. Там, кстати, очень интересная история, я как бы, ну, не буду её прямо озвучить и безкамерно скажу. Слушай, у меня часто так бывает, сначала мы с кем-то подцапались, с тем же Ханом, да, а потом вот мы с ними ездили на лошадях на этот Алтай, хотя изначально они говорят, ты нас так выбесил, что мы тебе киллеры... Ну, а потом скажут, что... Хотели заказать и чпокнуть тебя, как бы, в самом конце интервью, а то вначале, да нет, всё нормально, тут киллеры ходили, душить тебя ходили в конце, блин. А потом скажут, что, ага, постанова была, по сценарию прошли. А потом подружились. Ну, вот, у Серёги есть одна очень интересная идея, он хочет сделать посёлок... Вот, что меня бесит в подмосковных посёлках, там, элитные, не элитные, неважно, ты приезжаешь, и да, это даже самолёты хорошо видно, я ещё называю Россию страной заборов, блин, вот эти трёхметровые заборы, везде, там, всюду, как бы, меняют, я это не понимаю, ты приезжаешь, какую-то природу, я не знаю, как будто там, как Пелевин, по-моему, это писал, выглядит так, как будто лес посадили в тюрьму, деревья какие-то и огромные заборы. Меня это очень бесит. И вот Серёга придумал очень интересную идею, он хочет купить вклаченную землю где-то, они пока ещё не нашли, и сделать посёлок, ну, он это называет европейского типа, я считаю, что это просто нормальный посёлок, где просто будут дома, все в едином стиле у его вот этого факторка, заборы, если и будут, то номинальные какие-нибудь вот такие, знаешь, там, ограждения. Огороди, да. Да, и всё это будет выглядеть очень здорово цивилизованным, как единое такое общее пространство. Вот, я не могу сказать, что мне прямо очень понравились там дома от Домогацкого, да, что я прямо стал фанатом его этого факторка, вот, я пожил ради интереса, ну, в принципе, ничего такой дом, более-менее. Вот, ну, мне именно сама концепция нравится, по-моему, это здорово, вот, в России такого, не знаю, если и есть где-то, то я, по крайней мере, не видел. По-моему, мне напоминает, это какой-то пригород Америки, то, что ты сейчас описывал, показывают сверху. Тип того, да, тип того, тип того. Все пытаются, ну, давайте напомним, Глеб Пьяных, примерно такая же у него история была, ну, 7 на 7 они, мы приезжали строили, там вот история примерно та же самая. Я не следил просто. Все хотят, звучит очень круто, но у них там не очень получилось, да, мягко говоря. Ну, Сереге не получается, он мне сказал, потому что все такие, вау, Серега, это крутая идея, вот, он говорит, ну, отлично, давайте деньги скинем и сделаем, и все такие, нет, давай ты сначала сделаешь, а потом мы купим. Ну, правильно, правильно, вот это правильный вопрос. Построить, позвать всех, там, не знаю, блогеров, кто занимается недвижкой, еще чем-то, приходите, снимайте, вот, я как-то думал об этом, что это очень крутая была бы реклама, антиреклама, покажи качество. Я согласен, ты представляешь какие-то деньги построить это за свои. А кто? А кто? Феноменальная сумма. За чужой счет, нет, давайте за ваш. Андрей, на чем ездишь? Помню, у тебя была М, которую ты разбил, кнопочку Андрей отключил, стабилизация, нажал газ и намотал ее по-быстренькому на столб. У тебя был BMW X5M, или он еще и есть? Нет, нет. Уже продал. На сегодняшний день что имеем? Jeep Wrangler Rubicon 392, такой интересный автомобиль, это Jeep Wrangler, но при этом там двигатель V8 на 470 лошадей. Тебе очень сильно понравился Jeep, я помню, что ты брал в представительстве и ты забалдел. Да, я зафнател от Jeep и я больше не хочу никакую другую машину, потому что она идеально мне подходит с моим этим желанием, стремлением ездить куда-то подальше от цивилизации. Вот он может забираться вообще очень-очень далеко от цивилизации. При этом в городе я чувствую себя комфортно, при этом эта машина очень веселая, то есть там такой, в общем, можно сказать, американский УАЗик, и при этом он со светофором может обогнать очень много типа спортивных автомобилей. Предпоследний вопрос. С точки зрения работы, ты бы посоветовал бы сегодня, может быть, молодые ребята сейчас, может, 17 лет школу заканчивают, пойти юристом или, может быть, какие-то короткие курсы пройти, практику набивать, вот именно с твоей точки зрения? Слушай, я не только посоветовал бы, но мои ребята, у меня молодой в основном коллектив, да, очень много молодых ребят, они меня уговаривают, чтобы я открыл курсы и обучал молодых юристов, как правильно работать. И вот сейчас, может быть, даже и сделаю это. Конечно. А? Да, хороший? У нас за камерой сидит оператор, который на протяжении всего интервью дает советы, такие наводки. Как, что? Вот это интересно, вот это не очень интересно. Короче, курсы планируешь сделать? Да, думаю, что сделаю. Всегда занимайтесь тем, что вам нравится, никогда не занимайтесь какой-то работой, вот только ради денег. Вы рано или поздно просто выиграете, и вам станет неинтересно. Все истории успеха, которые я знаю, связаны с тем, что человек занимался тем, что ему нравится, а деньги, они как бы появились, как само собой разумеющиеся потом. Потому что человек увлекается, делает свое дело хорошо, и в итоге это видят другие люди и начинают к нему обращаться. Работать ради только денег не стоит, поэтому, что касается вот этой темы, нужно стать юристом или не нужно, зависит только от вашего внутреннего состояния. Если вам нравится это, то, конечно, да. Если нет, вы просто считаете, что это способ стать известным, популярным и заработать много денег, но при этом вам это не нравится, то и заниматься этим не нужно. Поддерживаю на все 100%. Последний вопрос. В чем сила, Ярдрей? Сила в правде. На этом мы и закончим. Тебе огромное спасибо. Все контакты на Андрея, на его каналы, все, что ты пришлешь, мы оставим в описании. Кого интересно, переходите, подписывайтесь, если вдруг вы еще не подписаны. Выводы здесь простые. Я считаю, что у нас получилась довольно-таки уютная атмосфера. Мы снимали и ранее подобные сюжеты в интервью. Если вдруг кто-то из вас хочет прийти, посоветовать кого-то, кого бы вы хотели видеть на месте Андрея, пишите в комментариях. Будем делать. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на телеграм-канал, пишите ваше мнение в комментарии, ставьте лайк. До новых встреч всем. Пока-пока.